МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы только никому не показывайте нас. Люди испугаются. Работай, ребята, мы на работе. Вот, давай, ребят. А я работал в Русском драмтеатре актером. Это сюда армия была. На 60 рублей. Самая маленькая ставка. У нас был замечательный пожилой актер. У него был юбилей, 50 лет на сцене. А я такой из театральной обычаи подписывать программки юбиляра. И мне написал, ничего, Игорь, трудно, первые 30 лет. Потом значительно легче. И он оказался прав. Мы играли украшение строптивое. Он играл там маленькую роль отца Петручева. И у него начался сердечный приступ. Вызвали скорую. К ремёрке, врач, медсестра, он делает укол. Прединфарктное состояние. И моя цепь. Где моя цепь? На выход. И он идёт на выход по коридору. Я сзади иду, страхую. Его от стенки к стенке кидает. За кулисами стоит врач. Сестра со шприцем наготовой полным. А в зале хохот он. Это же комическая. И для меня это и есть символ человеческой жизни. Ну что такое это рознь, да? И это цепь картонная. Из побьёма шеи. И жизнь. А для него это неразрывно. Для меня, вот, Рыгаш, это как корни у дерева, да? Там родилась моя мама, там её мама, её сестра. Вы знаете, есть такая притча, да? Что вот если не будет ствола, да? То в воздухе будет болтаться вся эта красивая крона дерева, да? Если не будет корней, тоже не будет ничего. Вот, понимаете, вот это... Ну, если учёными словами говорить, как Бахтин, да, Мехом. Минипея, да? Обязательное соединение верха и низа. Мы с детства смотрим во много разных зеркал. И это всё кусочки от зеркал. Потому что всё разбили. И только вот бабушки, дедушки, да, они вот сохранили, пронесли то, что человек должен впитывать с детства. Тогда у него будет цельная психика. А я имел такую возможность на станции Утаргаши смотреться в одно целое зеркало. Его не разбили. Ну, немножко мешали там все эти идеологические. Но в том мире, в котором я жил, идеология особой роли-то не играла, понимаете? Ну, что там в деревне? Огород, работа, выпить, пообщаться, послушать радио, почитать книжку, да? Многие скажут, ну, это примитивная жизнь. Это не важно. Важно, что она цельная. И моя бабушка уважала, когда час, два, три лежала на доске через канаву и смотрела, как плавают жуки. Понимаете, как эти самые бегут водомерки, как головастики, как они постепенно превращаются в лягушек. Понимаете? И мог лежать и смотреть на это вот лето. Это же лето, каникулы. И моя бабушка, не надо, не надо, не надо. Что ты там валяешься сюда, иди, ладно, ладно, ладно. Она ждала, пока что-то мне повезло. Вот я в это зеркало, вот я в это зеркало. Я полюс, я в лесу, никогда ничего не боялся. Я чувствовал себя, потому что все живое. А я учился в Щукинском, и, знаете, как-то в скверике мы пересеклись со студентом Суриковского, будущим скульптором, да? И вот сидели что-то вон-то на такой фотосистерах. Я говорю, ну ладно, давай проще. Вот ты хотел бы быть таким скульптором, как Микеланджа? Ну конечно, конечно. Ну живи какой-то. Да что, с ума сошел что-ли? Если ты художник, то ты один такой. А это тоже больно. Тебе не понимают. Тебе кажется, что тебя не понимают. Или тебя на самом деле не понимают. Да ты никому ни нафиг не нужен. Твои картины, твоя музыка, твои фильмы нужны. А ты, как ты, ну нафиг, ты только мешаешь со своими рассказами, как тебе тяжело было это создавать. Да пошел ты нафиг, не мешай, не слушай музыку. И вообще, зачем мы кому-нибудь нужны? Мы, а не наша продукция. Вот кому вы, как вы, извините вас за дерзь, нужны? Вы уверены, что есть таких несколько человек? Уверены. Потому что иначе жить совсем тяжело. Понимаете? А вот ваша продукция нужна, а это же. Это и есть устройство. Вот так случилось, что в 14 лет я об этом подумал впервые, всерьез. А я вот, как я кому-нибудь, ну Жен. Я к маме. Мама говорит, ну если ты вот то, 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 тогда ты хороший сын. Я говорю, к папе, если ты то, 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 тогда ты хороший сын, я тебя люблю. К девушке она, если ты то, 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 тогда да. Никому. Не нужно. И никакой трагедии в этом нет. Это устройство. Это нормально. И тогда я понял, что это нас запутали. Дело не в том, нужен ли я кому-нибудь. Дело в том, нужен ли я сам себе. Я, как я, сам себе. Вот духовность. Мы однажды пошли на родительский день, день поминовения на кладбище. Тетя, дядя, мы с братом, бабушка. И вдруг, значит, мы идем, приближаясь к могиле ее сестры. Я смотрю, бабушка вдруг начинает меняться. Мне совершенно не ее лицо, ну, какое-то... Мне стало даже страшно. Я залез на дерево. Вдруг бабушка в черном она вся была, да, взлетела в воздух, как птица упала на эту могилу, и начала причитать. И потом оказалось, что моя бабушка, значит, на всех похоронах, поминках, она входила в этот небольшой круг плакающий. Она это умела делать профессионально. То есть ее признавали как одну из лучших. И это для меня, конечно, потрясение. Такой вдруг поворот событий. А тетя моя пела вот эти застольные песни. Она пела таким высоким голосом, что мне казалось, что он сейчас исчезнет, как ультразвук. Потом такой я голос слышал в Тунисе. Местные там... Вот женщины, которые там обрядовые поэты, тоже вот таким жутко высоким голосом. Бронзины, он такие вибрирующие. Здесь еще деревянные шпалы. Там-то уже, видишь, железобетонные. А здесь еще этот запах. Совершенно. А вон станция. Вот она, желтенькая. Рядышком. А вот туда, туда-куда-то туда, там деревня, где кладбище было, и туда вот мы ходили раков ловить, на рыбалку. Здесь большая такая, у меня есть кусочек. Да, да. Ну, вот станция же наружная. Ну, вообще останавливаются поезды на этой станции? Некоторые. Некоторые. Мы доезжали до Пскова из Бельноса. Там пересаживались и ехали сюда. А поездами? Нет, поездом. Поездом. С одной стороны дно, с другой сальцы. Только я не помню, с какой. А сальцы с той стороны, дно с той. Поезд здесь останавливается? Да, на три минуты. И помчался, да. Отец мой 900-го года рождения. Он самый из Воронежа, из семьи, механик. В 18 лет он вступил в партию и воевал на гражданской ублюхе в 1-й Дальневосточной армии. Прокурор. Он такой рабеспьер. Славился своей неподкупностью. У меня даже был детский такой эпизод. Я лежал в больнице во взрослом отделении. Я не помню, по пути чего-то там. А больница железнодорожная. Мой отец был прокурором Литовской железной дороги. Там ко мне подошел мужчина и говорит, это твой отец прокурор? Я говорю, да. И как вы живете? Ее так рассказывают, что мы там живем. Да, говорит, бедненько. А ведь могли бы жить хорошо. Мы предлагали твоему отцу, а он не взял. Но мы же все равно другого нашли. И у меня такая гордость внутри, что вот оказывается, у меня отец-то какой молодец. Он такой странный был. Я вышел на пенсию, совершенствовал свой немецкий и писал письма в журнал «Вопросы и философии». Почему в учебниках неправильно пишу «Бытие определяет сознание?» Сознание тоже определяет бытие. Мы отвечали, да-да, конечно, вы правы. Но это для журнала, а не для учебника. Он никогда не рассказывал, я все это узнал после его смерти по его архиву. Справка, выданная революционной тройкой с треугольной печатью, значит, за отказ ехать... Он окончил выше юридически после гражданской. За отказ ехать по распределению присудить, значит, такого-то, такого-то. Год работать кочегаром на теплоэлектростанции для слияния с рабочим классом. И это его спасло. Начались репрессии, он скрыл свое прошлое и из рабочих поступил в техникум. Из техникум пошел работать на завод. И только когда началось уже Великодечественное, он пошел в военкоман. И тогда выяснилось, кто он. Но его отправили, и он всю блокаду Ленинграда был прокурором Ладожского железнодорожного узла. То есть вот этого куска, вот озера этого города. Когда сняли блокаду, его перевели в Новгород. И там он познакомился с мамой, он ходил, навесел ее в госпитале. Она на 22 года моложе его. В 45-м родился я в Борже, поскольку роддом был в Борже, так что я родился в реке Волков. Вот так получилось. Безусловная материнская любовь. Почему, скажем, там, Богоматерь, да? Для многих это просто идеальная мать. Его собственная. Без условий. Она просто любит всех. Без... и меня. Без всяких условий. Она говорит, станешь вот таким, будешь с этим дружить, пошел вон из дома, я тебя не буду любить. Вот никогда не торгуется. Она просто любит, потому что я ее сын. Понимаете, безусловная материнская любовь дает вам чувство собственной значимости, не зависящей ни от чего, кроме факта вашего существования. Найдите еще такое место в нашей жизни, где бы вы что-то значили, независимо ни от чего. А может ли человек найти в себе вот источник такой любви, такого отношения к другим людям? Он может стараться. Стараться что? Стараться быть христианином. Стараться так любить, но быть таким для всех. Я видел только одного живого человека, который был очень близок к этому качеству. Субтитры создавал DimaTorzok 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 на Масленичной горе, там, где Гипсельманский сад. Прибыли в Хайфу водным путем, там микроавтобус, мы сели, значит, едем, звоним, как? Юрсулин из погоды, говорят, и Ливия. Все наши друзья, значит, во всех разных концах переживают, болеют, опять звоним, и Ливия. И, наконец, последний звонок, съемочная группа со своим автобусом спрашивает, выезжать или не выезжать. Если выезжаем, платить полностью придется, даже если сорвался съемок. Все смотрят на меня, я говорю, пусть выезжают. Мы приезжаем туда, еще и Ливия не идет, а съемка назначена, допустим, в 15 часов. Ровно в 15 часов. Облака, вот эти свинцовые, тяжелые облака, раздвигаются, образуется такое большое солнечное окно, и солнце освещает, вот этот вот, значит, мечеть, храм, ну, вот эту всю гору напротив нас. А здесь солнца нет, но дождь не льет. Мы выходим, где-то мокрое, холодное, по линобархатному платью поднимается вода, постепенно я в смоке, мне, значит, весь такой, концертных туфлях. И при этом голос звучит потрясающе, совершенно как будто, в идеальном зале, ни холода, ничего не чувствовала. Мы спели, это все записалось, через 5 минут все это закрылось. Пошло страшное время, мы побежали в ближайшую стекляшку, согреваться чем-нибудь, горячить у них. Если ты хочешь жизнью находиться в каких-то непосредственных отношениях, ты должен быть открыт для всего. Ну, это очень больно бывает, очень бывает больно. И человек таким стандартным способом, он ставит защиты, блоки, закрывается, а можно научиться выстоять в этой боли, да? Вот тогда может открыться, что люди совсем не столь умышленны, как нам кажется. И ты сам тоже. Нам, люди, мы сами себе приписываем, и другим приписываем, что они все делают по умыслу, что они должны за это отвечать, раз по умыслу, что это замыселы, козни, а он просто такой. У меня с мамой бывали иррациональные совершенно конфликты, иррациональные. Ни она, ни я не могли понять, в чем дело, в чем мы орем друг на друга, вдруг вниз. А в то я понял, что наше устройство, мы как устройство, они находимся в определенных автоматических отношениях. И вот, когда эти автоматические отношения наталкиваются друг на друга, все, взрыв, пам, пам-пам-пам. Но с другой стороны, разнообразие это принцип природы. Стремление к однообразию это принцип социума. Вот поиск компромисса в этой области это и есть человеческая жизнь. Одна же у меня был случай, у меня был острый такой приступ, я упал на улице зимой и лежал под стеной. Мимо шли люди, ни один человек ко мне не подошел. Просто заранее решили, что пьяный валяется и все. И потом, когда я набрался сил, я встал и пошел. И у меня нету как бы к этому времени я уже не впадал в священное негодование по этому поводу. Я понимал, у людей своя жизнь, у меня своя. А я здесь вот благодаря вот этому силу я никогда не проходил мимо пьяных, которые валялись, могли замерзнуть, я их поднимал, куда-нибудь усаживал хотя бы, ну что-то делал. Это же каждый сам выбирает, как ему к этому относиться. когда я поссорился со своей девушкой в парке, она и у меня значит отнялись ноги, а она убежала. Я полтора километра полз на руках, потому что никого не было. Ну что это? Я сам виноват, если говорить о вине, понимаете. С моей ноги, что же я с ними так не могу управиться. управился и никакого зла на это только не имел, потому что это жизнь, это и есть жизнь, понимаете. Я не погибну, если я останусь один, и обо мне никто не будет заботиться, пока я вот такой. Ты меньше претензий к людям предъявляешь. Понимаете, претензии откуда идут? Я от тебя завишу, ты должен быть таким, как мне надо, да? Потому что я от тебя завишу, ты сделаешь что-то не так и все, и я без помощи, понимаете. А если я в состоянии решить все свои бытовые хотя бы проблемы сам, то тогда ты мне интересен просто как человек, а не обязательно как человек, от которого я завишу. Я режиссером много лет проработал. Самое трудное для актера на сцене что? Сыграть сильного и доброго. потому что доброго и слабого легко, сильного и недоброго легко, а вот сильного и доброго редкие актеры могли создать. И в жизни то же самое. Сыграть это невозможно, надо быть сильным, и тогда может быть ты будешь добрым, по-настоящему добрым, от избытка, а не добрым, потому что это выгодно. Никто не хочет почувствовать своего уникальства. Не хочет. Он хочет, чтобы вы о него говорили как про единственного в своем роде, но ощутить себя единственным в своем роде это же ведь значит признать, что ты один. Один наедине с миром. В мире ты такой один. Это есть тоже сюжетец. С одной стороны я хочу быть уникальным, а с другой стороны а что с этим буду делать? А кому это нужно? Мы же все время здесь, мы же не живем, мы все время интересуемся. А кому это нужно? Кому нужна вот это? Кому нужна моя любовь? Кому нужны мои знания? Кому нужна моя усталость? Кому нужна моя боль? Кому нужна моя радость? Эх, полным-полна коробочка. А тебе что нужно? Ты сам себе нужен? Че, че, че? Это в каком смысле? Да в прямом. Да нафиг я себе. Кому, кому, кому? Кому? Если кускушено с самим собой, ничего его не выведет в этой скуке. Есть старая мудрость. Ноги к Богу, но мало кто от Бога. Когда мы к свету, к Богу, к Духу, это мы себя возвышаем, когда мы от Бога, от света, от Духа, это мы воплощаем, работаем, что-то делаем. А делание, оно имеет две правды, как говорил Флоренский, да? Правда жизни, бытия, стихии и правда смысла. Простой человек может не знать правды смысла, логоса, да? Но он может собою воплощать правду бытия, правду стихии. хотя они параллельны и одна без другой как бы нецельна, но это самое трудное соединять собою эти две правды. Понимаете? она включила, вот идеал ты к нему должен стремиться, к нему. Ну и стремиться, и ты все время еще не дошел. Так? Раз не дошел, взятки и гладки. Я еще не достиг. А вот если ты от, то достиг ты, достиг. Это не важно. Важно ты то, что ты несешь от света, от Бога, от Духа святого, от истины, или чего угодно, во что ты веришь. Ты это воплотить нужно. Воплотить, сделать настолько, насколько ты в состоянии, если только оно, ты воплощи, ты свет сквозь себя пропускаешь, или ты его заслоняешь и тень отбрасываешь, и по этому миру, это мрак мира. А ты стань прозрачным для этого. Проводи через себя это, во что веруешь. И вот это и есть царство Божие, царство света. Я говорю, ты что с тобой не знаешь? Я говорю, не знаю. Я не знаю. Но я спрашиваю, двигаюсь к � coefficients с beyond amento и н вместе к равного с покрытия